Ударил пакетом по голове на Октябрьском, не доехал до АЗС, Калина не проскочила на Ленина и любительница виски на Жуковского. Привет, друзья, это Место происшествия, с вами Михаил Вагин, и мы собрали для вас лучшие видео новости к этому часу, ну а кому покажется мало, милости просим к нам в соцсети, у нас есть группа ВКонтакте и Телеграм-канал. Сегодня утром конфликт на ровном месте устроил неизвестный мужчина на Октябрьском проспекте. Он гулял вместе с другом и решил попросить у компании мужчин сигарету. На беду лишней папиросы не нашлось, в итоге стрелок от просьбы перешел на другой язык, после чего началась драка. Курильщик ударил своего оппонента пакетом по голове, а в пакете был нож. Камера видеонаблюдения зафиксировала подробности конфликта. Любитель халявных сигарет это мужчина в кепке с синим пакетом. Уверенной походкой он подошел к компании мужчин и попросил закурить. Беседа явно не задалась, сигаретку стрелку не дали, а потом еще и оттолкнули. Отомстил своему обидчику мужчина с помощью пакета. Конфликт был явно исчерпан и компания стала расходиться, как вдруг произошел удар. Пакет прилетел прямо в голову, содержимое разлетелось в стороны, в том числе кухонный нож, который чудом не порезал участника конфликта. Нет, ну это смотри, он такой, им там наглухо можно человека зарезать. Попросили курить, мы вежливо отказали, они продолжили, стали оскорблять, ну и все получилось, как получилось. Нож у него был в сумке, я так понял, в пакете. Ничего не попало, все хорошо. После удара потасовка продолжилась и через несколько минут мужчина успокоился. Нож у него забрал охранник и позвонил в дежурную часть своего агентства. В итоге любитель покурить испугался и ушел вместе с товарищем. Если драка, может, и входила в его планы, то визит в отдел полиции точно нет. Михаил Вагин, место происшествия. Подозреваемую в краже алкоголя разыскивают продавцы магазина на улице Жуковского. Девушка похитила бутылку виски, а потом несколько минут бродила по магазину для отвода глаз. Она даже набрала корзину продуктов, но в последний момент оставила ее в кулинарии и вышла на улицу. Ущерб составил более 2000 рублей. Содержимое бутылки дама, скорее всего, уже употребила. Впрочем, это не освобождает ее от ответственности. Если вы узнали девушку на видео, напишите к нам в редакцию. Ну, очень хотел заправиться водитель Ауди на перекрестке улиц Ленина и Азина. Но в итоге в него врезался Шевроле Круз. Вероятный виновник ДТП перекрыл въезд на заправку. Судя по всему, эта дозаправка обойдется ему кратно. Дороже, чем обычно. Вчера вечером в Кельмейском районе в ДТП погибли бывший депутат ОЗС Василий Митюков и его 58-летний водитель. На трассе Киев, в которой они ехали, столкнулась с молоковозом КАМАЗ. Сейчас по факту ДТП началась проверка. Председатель ОЗС выразил соболезнования родным и близким погибшего коллеги. Участники ДТП с пострадавшими на третьем опытном переулке ищут очевидцев и видео момента столкновения. Больше информации об этой и других авариях в нашем обзоре. Это произошло 22 февраля в 15.25 на перекрестке третьего опытного переулка и улицы Нагорные. Столкнулись Лада, Гранта и Мазда. Пострадала 23-летняя девушка-водитель ВАЗа. После ДТП у участников возникли разногласия. И сейчас они ищут свидетелей и видео. Телефон для связи вы видите на экране. Еще один водитель разыскивает свидетелей ДТП на площади Коминтерн. Это случилось в ночь с 21 на 22 февраля. Владелец авто оставил машину у магазина. А когда вернулся, увидел сломанный бампер. Очевидца можно написать к нам в редакцию. Зеркальное ДТП случилось на улице Московской. Очевидцы сняли видео последствий аварии и прокомментировали ее. В Ахрушах коммунальщики на пешеходном переходе потеряли прицеп, который называют пескоразбрасывателем. Он и не заметил. Парни, а что на пробку в сторону перемеет? Ножники потеряли. Это емкий ужас, в который песок наступает. Сергей Пичугин, место происшествия. Ну а теперь топ народных видео. Чудом не пострадали в аварии водители Калины и Митсубиси на улице Ленина. Шофер на Ладе планировал проскочить с улицы Пролетарской, но опасный маневр закончился серьезным столкновением. Судя по видео, вина в этой аварии. Очевидно, в следующий раз водитель Калины, скорее всего, поедет в объезд. На загородной трассе владельцу регистратора пришлось уворачиваться от вероятного автоподставщика на Гранте. Водитель белого седана сначала показал сигнал поворота налево, а потом резко перестроился направо. По словам автора видео, хотя и удалось избежать ДТП, но после столкновения с сугробом повредился бампер. Пересеклись пути движения водителей КамАЗа с прицепом и реховушки на улице Московской. Вроде бы оба ехали прямо, однако вскоре машины столкнулись. Кто из них виноват, сейчас выясняют полицейские. Это видео им в помощь. Аварию с общественным транспортом едва не спровоцировал водитель кроссовера на улице Московской. Ему нужно было срочно повернуть направо, и он подрезал попутный автобус. Такого торопыгу только ДТП исправит. А на улице Ивана Попова водителя «Газели», судя по всему, ослепило солнце. Шофер вылетел с путепровода и проехал перекресток на красный сигнал светофора. Невнимательность достойная безумия. На улице Воровского дважды едва не попала в аварию дама на Мерседесе. Все началось с опасного перестроения, закончилось проездом на красный сигнал светофора. Это вода тепла и согревает животных в суровых арктических условиях. Это п***истые ядро п***ной внешней оборочкой. Вот они п***ли гибкой. Ученые создали дисволокон аэродилля. Сдойте, п***, дура. Имикирующие полистую структуру медвежьего меха. Если свою машину не жалко, да хоть другие пожалей. И на этом у нас все. С вас подписка и лайк. С нас еще больше интересных видеороликов и новостей. Если вы сняли что-то интересное, присылайте это видео нам. Вот наш номер 8 912 827 3302. Мы ждем сообщения в Телеграме и других мессенджерах. А также наша почта mpkerovsobaka-inbox.ru Будьте внимательны и осторожны. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова